Добрый день, микрофона Владимир Сметанин Первый в истории выход космонавта в открытие космос Выпускники вузов в Советском Союзе начали служить в армии год, а не два Международный день, 8 марта, был объявлен в СССР нерабочим днём Ликвидация СОВ Нархозов Открытие в Ленинграде моста Александра Невского, самого Длинного На тот момент моста в Северной столице Это всё год 1965 И именно в этом году пошёл в школу Евгений Альбертович Питунин Так, точно Историк, краевед, руководитель музея Вятского Государственного Света Здравствуйте, Евгений Альбертович Да, вот я уже начинаю Вот куда жизнь учится, я отлично помню этот момент Когда меня собирали всей семьёй Эстюмчик, без ремня, правда, без фуражки, но серень Эстюм, завязывали ботинки, хотя я сам шныровать умел Но это, видимо, первый раз надо было идти И оперовка первоклассника, был такой тяжеленный чёрный дерматиновый ранец С брезентовыми лямками Вот, наверное, за плечи вешал За плечи, за плечи Вот сейчас бы, наверное, тут можно в ужас прийти от одного дизайна Но вот этот ранец, он, конечно, не сминался Ничего, на нём можно было с гора ездить спокойно Что и делали в зимние каникулы Вот на театрал и на трехранцах Они не деформировались В комплект входил деревянный пенал Причём особо продвинутые были Когда не просто выдвигалась крышечка А из наборных палочек Их она куда-то скручивалась Я всё удивлялся Ух ты! Это устроено В пенале лежали рамдаши Вместо сегодняшнего гаджета или калькулятора Были счётные палочки Стеклянные Вот, надо и было раскладывать Вот, позднее Пишущие ручки уже были? И ручки Через месяц нам доверили перьями писать Вначале рамдашами Перьями Были ручки с перьями Причём особый шик такой для первоклассника Считалась ручка не деревянная Были в виде железной трубочки И вот в одну вытащить И перевернуть И воткнуть перо А в другую рамдаш То есть, а сама трубочка Она идеально подходила Поливаться вороной проморкашкой В школе И шариковых не было Это уже в классе в третьем, четвёртом даже Были чернильницы непроливайки Вот Которые стояли В железном противне И дежурные по классу Их вначале Разносили Парты были ещё стандартные Парты с наклонными столами С крышечками Я забыл фамилию изобретателя Крышечки И в каждой парте была дырка Вот туда ставилась чернильница Нише А в желобочек Вот надо было положить все пишущие приборы Ну Конечно, это очень условно Что не проливайки Я помню, что На одного моего приятеля На серый костюм Вылили полную чернильницу Фиолетовых чернил Он первый класс-то и ходил с ляксой на спине Нисколько Не отстиралась Ляксы украшали настоящего мужчину Вот Октября-то тоже не сразу принимали Это надо было какой-то тип Парантина Насколько ты благонадежна потом Была Насколько соответствует званию юного ленинца Торжественной линейкой Надо было там, по-моему Клятва была Лево октября У пионеров-то была Там Я тоже не трепутся Надо было купить звездочку Причем они были Либо алюминиевые Железные Либо вот реже И считались Как-то они Понтовые Из прозрачного оргстикла С маленькой фотографией Юного Владимира Ильича Да-да-да Вот эти звездочки И Собирали нас в актовом зале На урок пения Учительница была Ирина Леонидовна Она бренчала На пианино Ну, лобала, наверное, не подходит Бренчала И мы хором пели Мы веселые ребята Наше имя Октября-то Прозвали нас не зря В честь победы Октября Вот Сейчас вы хотя бы сделали Какой-то ретро-канал Для этих Пионерских И школьных Я думаю, октябряских песен По ностальгии-то показывают А сейчас иду Другая мелодия Вот иду Иду по зимнему городу И другая мелодия В голове у меня вертится Я вспоминаю весь Что я Тут за последние дни По 65-му году Нашел И У меня Другое Крутится В голове Правда, уже не лохматый Но тем не менее Знаменитей Yes, today В общем, уважаемые слушатели Это тоже 65-й год Да, вместе с Евгением Амбертовичем Мы сегодня переносимся на 54 года назад 54 года Год 1965 И мы поэтапно продолжаем двигаться Архив передач, посвященный Конкретному году В Кирове В стране В мире Есть на сайте Кирова.ру На нашем YouTube-канале Пожалуйста, заходите Переслушивайте Пересматривайте Вот некоторые события Я уже В масштабах страны назвал Ну, понятно Сейчас Будем под более подробнее Страна на перепуте 65-й год Это Конец эры Хрущева И начало эры Брежнева То есть, еще Особенно в провинции Не ощутили Смену Видимо, ураган Он всегда проходит По верхушке океана А в придонном слое Всегда тихо И в последнюю очередь Что-то там заболамучивается Ну и сейчас радиационно До глубинки Вея не доходят Они позднее Еще до застоя Конечно, далеко Юный Подтянутый Харизматичный Брежнев Вот я смотрел фотографии Вот, кстати Действительно Очень фотогеничный Был в молодости Харизматичный человек Там на женщин заглядывался Умел Там И водочки замахнуть И из ружья Стрельнуть на охоте И Как-то вот Даже с тоской вспомнил Ну В память Вот всегда надо вовремя уходить Вовремя В память Остался Шамкающий Старый Вот ушел бы И вспоминали бы Эпоху И самого Леонида Ильича Совсем по-другому Это я Может быть даже С каким-то соотношением О другим временам Но тем не менее Средняя зарплата В Иерусской области В 65-м году 93 рубля 86 аппер Много это или мало В городе может быть Наконец 2018 года Согласно концепции Социально-экономического развития Предыдущие Недавно Новые приняли 90 тысяч Должно было Составлять зарплат Это в какой стране? У нас В Кировской области Да В конце 2018 года Вот видите Там 93 рубля У нас 90 тысяч Понятно Много это или мало Просто сейчас Отправьте меня в ту страну 93 рубля Ну 93 рубля Например Можно было купить 761 килограмм картошки Вот сколько сейчас Картошки Вы можете купить На свою зарплату Наверное побольше Ну еще Эквивалент Вот стоило 2,12 и 2,87 Ну даже говоря Грубо 3 рубля На 93 рубля Сколько можно было? Ну полтора 30 бутылок Да Вот и да А сейчас Ну наверное Побольше Вот это можно Побольше Но мы этим не интересуемся Тем не менее Да В городе Были зарплаты побольше А на селе Конечно было худо Платили совсем мало Паспортов не было Выехать было невозможно Вообще за город Невозможно было выехать Потому что Ира в 65 году Находился в лице бездорожья Вот один Мой Знакомый Высокопоставленный Служащий УВД Еще советской милиции Он рассказывал Что В 65 докумен Ехал сутки Сутки докумен Да Вот эти 68 километров Сейчас Это часа полтора Ну Два максимум Если Час Час Ну там Если фуры идут То поменьше А тогда сутки То есть было такое бездорожье Что пришлось сидеть В грузовике На каких-то ящиках С чем-то Ну с бутылками С бутылками Не помню сейчас Какое время год был Распутаться может быть Да видимо Да весна Или осень То есть Настолько Видимо были дороги Что вот этот Несчастный Какой-нибудь газик Скорее всего 51 он полз Полз по этим Леям там Где-то может даже Вытаскивали Но вот С трудом верится То же самое Почему и ходили пароходы Еще полесные В 65-м году Что например До Халтурина Который Неча Орлов Добраться было комфортнее И проще Даже из Халтурина Выходил пароход На закате Примерно вот Угол Московской И Казанской То есть Большой Ков Коммуны и Большой Ков По тем временам То есть Ближе К стадиону Ну Напротив Зари Вот там Фабрика Заря Вот Потом через дорогу Сквер Вот Вот эта такая Площадочка И Там была Вторая автостанция Там масса машин И автобусов Которые ходили Видимо На северное направление В 65-м Был уже мост Вот Видимо за мост Слободской Нагорск Мены Вот То есть Две А Уже Вопрос назрел И Конечно В 65-м Уже подыскивали место И под автостанцию И ЦУМ я говорил Что уже было Заклонировано Еще год назад Распоряжение И цирк Уже начали строить Вот долгостроить был И В 65-м году Начали строить ДР Космос Там Там и города То не было По-моему Еще И Конечно Может быть С тем расчетом Начали Что Этот долгострой Завершат То и город Подгонят Этому Который В районе Пересечения Некрасова И Пробежимся Конечно Вот и события В городе Они На фоне Мировых событий Год был Немирный И всегда Там Сейчас говорят Прошлый год Был Тяжелый Нынешний Тоже будет Нелегким Но Да Лето А там пойдут Грибочки Ягод И Тартошка Так что 65-й Тоже был Ну У нас Это было Все хорошо Тихо После хрущевских маразмов В студии не выражаться Волюнтаризма Страна Отходила Уже правильно Было отмечено Совмархозы Ликвидировались Наследие На отраслевой Все это Мало Обращали Внимание Ну Что же Было Конечно Вьетнамская Война Тут Контингент Американских Войск Вначале Для охраны Бас Потом Уже Бомбить Северный Вьетнам Они в 65-м Году Начали Наращивать И наращивать У нас Еще Как-то Поддержка Вьетнама Была Вначале Обычно Их там Нет Ами То есть Наших Военные Советники Которых Как бы ни было Которые Сбивали Самолеты А потом Уже Когда Война Стала Крайне Непопулярна В Америке У нас Она стала Крайне Популярна Потому что Можно было Ругать Соединенные Штаты И вот Я помню Собирали Мы В школе Ну Может Не в первом Классе Но Задача Была Вот Я до сих пор Никак Не могу Сообразить Нафига Вьетнамцам Русские Буквари Учебники География И прочее То есть Нам надо было Собрать Портфель Вот Пионерский Галстук Туда Учебники На русском языке Ручки Вот Пенал Про который Я говорил Деревянный Обязательно Такой значок С Лениным А то и не один Видимо И вот туда Гуманитар И Если представить Сколько В первой школе Сколько Там Классов Класс по Портфелю Это Вьетнам Можно было Завалить Нашими Констоварами Но вот Что они С русскими Учебниками Делали Даже не знаю Остается Загадкой Ну В советской печати Это все Преподносилось Но я имею ввиду Действия С США Как Милитаризм Агрессия И так далее И тому подобное В 65-м То еще Так Относительно События Развивались Еще Не очень Интенсивно И поэтому Ну Небольшие Олон И были В газетах А потом Уже Конечно Большие статьи Уже пошли Оттепель У нас Закончилось Наверное Уже Ну Раз Хрущевская Но еще Алименты Были И это Оттепель Конечно В 65-м Году Но Тем не менее И гайки Начали уже Закручивать Например Вот После Ареста В 65-м Году Писатели Синяв Вредениэля Уже Конечно Трудно Эпоху Было Назвать Оттепелью Более Минно Ну Вообще Вот Надо было Что-то Власть Была права Что-то Запручивать Надо было Потому что За время Хрущевского Правления Все Разболтались Милиция Была Конечно Ужата До Самых Минимальных Размеров И минимальных Зарплат Минимального Обеспечения Вот Поэтому Надо было Конечно И впоследствии Они были Приняты Меры По борьбе С пьянством Хулиганством Очень Выросло ДТП Пьяных Ну Сейчас бы Сказали Чиновников Пьяных Управленцев Которые Видимо Решили Что Все Можно Нынче Тут Не суровая Сталина И времена И вот Таким образом Отвязались Там же Были Серьезные Происшествия С другой стороны Конечно Все это Было Как бы В другой Жизни В другом Мире Ну Вот еще События В мире В Индонезии Попытка Переворота В Джарте Был там Такой Правитель Сухарно Или Сухарно В разных Транскрипциях Он С этим Переворотом Вот У нас Недавно В какой-то Стране Тоже Какой-то Туда и Обратно В один День Переворот Случился А там В какой-то Индонезии Где вроде Пальмы Осы и море И что там Делить Но там Сумел Правитель Сухарно Победить Этот переворот И Впоследствии Не поверите Расстреляны Были 500 тысяч Коммунистов 500 тысяч Это чуть Поменьше Чем население Города В одной Какой-то Индонезии Еще 100 тысяч Были арестованы Там Посажены И прочее Вот таким образом Ну В Ирове Не знаю События Это заметили Не заметили Видимо Что-то было Вот так Вряд ли Заметили Но наверняка Судили Ну Конечно Может быть Даже на Заводах Были собрания По осуждению Так же Наверное Незаметным Пришло Событие Что в 65-м Году Умер Уинстон Черчилль Бывший Премьер Семеном Карагазан Ну Из событий Тоже В Чили Огромное Землетрясение 400 Человек Погибло Вот Видимо Тоже Наша страна Помогала Гуманитар Слала Любимец Главный кондуктор Румынии Это был И у него там Титул Чаушес Стал Генеральным секретарем Румынской Компартии Вот ведь Паразит Продержался В том же 65-м Году Ну не поверите У нас еще и телевизор Это не у всех Блюд У нас в классе Точно не у всех В 65-м Году Корпорация Сони Представила Первый Домашний Видеомагнит По цене 995 Долларов Мама Не говорю Доллар Это весел Конечно побольше Крупнее конечно Вот еще чем Устойчивые были валюты Чем отметился 65-й год Что в этом же году В городе Ленинграде Родился Не поверите А то Будущий президент И премьер-министр Дмитрий Медведев Молодой конечно В сентябре 14-го Так же Так же Конечно Гон Продолжалось В космосе И соревнования Негласные С Америкой У нас В 65-м году Разбилось Шлепнулось Об Луну И разлетелось Дребезги Луна 8 станций Не повезло Ну так что Говорят что Все В советском Осмосе Было хорошо Не они там были Но это была Последняя из таких Лунных станций Крупная И Главным событием Года Это конечно Была Конкуренция С Америкой И опять же СССР вырвался На несколько месяцев Вперед То есть Наш Осмонавт Леон Лешал в открытый Осмос В Америке Конечно Рвали волосы И через Несколько Месяцев Выпустили В космос своего Астронавта Но это уже Все было Вторично И поэтому Впечатление Не произвело Вот Амир Тем Пел Приплясывал Бетломания Разливалась По стране У нас писали Критические статьи Про их Кричащих волосатиков На самом же деле Весь мир уже Пел Я с Тудой Вот я сегодня Вспомнили уже Да В моде Были Минюл И у нас Конечно В 65 Я смотрел Фотографии Ну нет Ну конечно Признаков Нету Тогда бы Еще не поняли Наверное Минюл И у нас Появились Где-то В 70 Там А все Шло С запозданием Может быть Вот И музыку Вот эту Слушали Тоже через Три-четыре года До нас доходило Ну Причес И они Пришли Вот Конечно Вот Такой Симпатичный Минимализм 65-го года Это и Мини-юб И мини-платье Трапеция Вот Принцессу Бременских музыкантов Представляете Вот это Красная Трапеция Были Желтые Прочие Довольно Простите Эротичные Вот Да Вот Да Но Это Надо Все Куда-то Вначале Доставать Длинные Ноги Из Лимузина А потом Уже Все остальные Части Тела Но Не Ехать В желто-синем Троллейбусе Третьего Маршрута В сторону Филей И держаться За поручень В мини-платье Это вы бы Не поняли Точнее Поняли Конечно Но Не так Бы Поняли Но Тем не менее В остальном Пытались Конечно И Тянуться Но Это Время Было Брюк Клёш Уже На смену Стиляжным Тут Уже В 65-м Году Приходили Клёши То есть Держались Они Примерно До Наверное До До Семидесятых До середины Но Тогда Начали Появляться Первые Брюки Это же Конечно Широченные 25 на 30 Сантиметров Порыш Или Или Монетками Согнутыми Снизу Их Там Для Такого Эффекта Либо Колокольчик И фонарик Но Это я Уже Не Застал Но Тем Лостом Не Собственных А Где-то Там Видимо Состриженных Заранее Может Даже Нет Искусственные Вряд ли То есть Вот Она была Размером Небольшая С кулачок Или Там Чуть ли не Сдынют Огромная Штуковина Которая Прикалывалась Сзади Головей Если Свои Волосы Были Не очень Густыми Видимо И Вот Этот Шиньон Это Пис 65-го Года Вот Если представить Людмилу Зыкину И все Вот На голове Такая фига Конечно Очень неудобно Причем Кстати Моды возвращаются Я зашел В какой-то Магазин За какой-то Надобностью В Сэндхенд И вот Смотрю Шиньоны Продаются Современные Шиньоны Просто Те Видимо Были Тяжелые Полные А сейчас Сделана Такая Сеточка Она Полушария Половина Бюстгальтера Просто Она Заплетена Ими И все Это очень Аккуратно Накладывается И Видимо История Повторяется По спирали Я вот Не удивлюсь Если Может быть Снова Меню Да пора Пора Уже Наверное Возвращаться Ну Надо Напомнить Эта Мода На прически На одежду И в 65 Она же Как приходила Кто-то приехал В гости Наши студенты Из столицы Приезжали На каникулы Где Все было Все это Видели И так Потихоньку Это появлялось У нас Чисто Такой Сарафан Наверное Да Видимо Не ошибаюсь Посмотреть Это в Кирове Это наверное Было практически Невозможно Ну Если Возможно То на каких-то Закрытых Вечеринках На хатах Как тогда Говорили То есть На квартирниках Или Где-то В своем Кругу А вы представьте Что вот Там В мини Или там В каком-то Нетрадиционном виде Выйти на танцы Куда-нибудь В клуб Коровский Или там В ДКОЦМ Где-то И Мерклэгер С большими Кулаками И рабочие Ребята Дружинник И прочее То есть Это сразу Говоря Был бы не помнит Такой товарищ Еще из очень Их сразу Позитивных Событий 65-го Года Это то Что Впервые День Победы Стал Праздничным Днем В 47-м Году Красный Был отменен Ну Не знаю Даже трудно Сказать По каким Причинам И Дорогой Леонид Ильич Лично Еще тогда Он даже Не очень дорогой Был Леонид Ильич А просто Леонид Ильич Он Конечно Скромно Отмечались Но вот Тогда не было Вот это Из-за Организованности Отцеплений Все Ходили Ветераны Еще были Конечно Настоящие А не те люди Которые Паразитируют На Образе Ветерана Сегодня В общем Шествие Это было Да нет Вряд ли Не было же А куда Тогда Не было же Еще в 65-м Году В Ирове Вечного огня Снесли В 56-м Памятник Сталину Который Чуть Ближе Чуть Ближе Сюда Улица Ленина Подальше От набережной Строительство Еще велось Там Было Все Раскопано Набережная Была Очень Неблагоустроенная То есть Еще лежали Руины На месте Снесенной В 63-м Федоровской Церкви Вот эта часть Берег Был просто Глинистый Такой Польский Берег И деревянные Бараки По Вдоль Простирались Вдоль И так же Вот Здесь Еще Видимо Начинали Вот эту Стеллу Делать Вечного Огня Да Вечного Куда Не было Собирались На театрал Ну В Москве Конечно Все это было Обустроено Обустроение Заметнее И Большое число Ветеранов Там С табличками Ну Еще Вот такой Момент Помню Что Очень малопьющая Страна Была В 65-м Году Да и в Ире Это тоже Немного Страна Потребляла Менее Пяти литров Алкоголя На человека Сейчас В России Более 25 литров Чисто Воля В год На человека Включая Группных детей Хоть и говорят Что страна На пиво Переходит Ну вот Сравните С Ольтопилем В 65-м Году Нам пора Сделать небольшую Паузу После полутораминутной Паузы Вернемся к этому Евгений Питунин Историк Краевец Руководитель Музея Ветского Госуниверситета Продолжим Очень скоро Ну давайте Беречь время Буквально 11 минут у нас Остается И надо Пройтись По Основным Хотя бы Событиям 65-го года Связанных С Киром Воскресенье Ну в Ирове Конечно Любой Переход У нас Эпох Он же Всегда Какой-то С точки зрения Созидания Он не очень Продуктивный Вот так же И в Ирове Событий было Немного Но они были Очень значимы Конечно Можно предположить Что все бюджеты Ушли На ракеты В том числе Вот На ракеты На Кубу Перед этим На Рибский Кризис И на Осмическую Гонку Вот это же не так Просто человек В космос Там куда-то Выпустить Тем не менее Чувствуется По 65-му Году Что финансирование Было очень Ограниченным И вот Жилья уменьшился Вот строили Панельные Хрущевки Строили Эрпичные Дома Методом Хоспособа То есть после работы Но тем не менее Возможность Погода Узаконения Да Оставался Но Вот одно Из Радующих Мою душу Событий Это конечно В 65-м году В Ировском Сельхозинституте Открылся Факультет Охотоведения В начале Отделения Охотоведения Один из знаменитых Кировских Их было Два Факультета Уникальные Факультеты С огромным Конкурсом Один был в Ирове Второй в Иркутске В Ирове же была Огромная база Для этого В 58-м году Переехал Сюда из Москвы И охотничал Хозяйство И звероводство К 65-му году Они укрепили Здесь научную базу Они создали Своё Сверохозяйство Зониха Они подготовили Ну да И преподавательский Адр Будущий И Техническая база И уходи И хозяйство И всё Тем не менее Назрел Такой вопрос И с помощью Униоза Открылось Такое отделение Факультет В 65-м год Вот сразу Он стал Элитой Сельхозинститута Где располагался Если сейчас сравнивать Факультет Охотовин Где там Это Шлихозинститут Где сейчас Да Дереклёсток Октябрьского И Маклина Почему говорю Потому что Имел счастье Кончить этот факультет В 82-м году Моя родительница Работала Преподавала Иностранный язык С 65-го года Здесь Немецкий И английский То есть Ну вот Было два факультета И действительно Были Уникальные Преподаватели А теперь Мне сказали 13 Каких-то Вузов Обучают Охотоведов Чему и как Я не знаю 13 по стране Мы имеем В этом же году На Новоярском комбинате Установили Полуавтоматические Линии По обработке Лыж Видимо Облегчили Тем самым Зачем Властик Не начали Но сейчас Конечно Грустное зрелище Этот Новоярский Лыжный комбинат Эти мертвые цеха Выбитые окна Замороженные стены Где-то там Производство фанеры Протрубили Что оно есть Но Вы же не знаю Это еще Последний всплеск Наших лыж Был Это когда Губернатор Сергеенко Навялил Умута Арабу Партию лыж В пустыню При его визите На Новоярский Лыжный комбинат Это было красиво Да Это был не 65-й год Конечно А в 65-м году Рабочее поселок Кирс получил Официальный статус Города Видимо Города развивались Я уже говорил Что Осмос Начали дом Культуры В чистом поле Строить Строили Строили По-моему 10 лет До 75-го Года Ну и Под занавес Конечно Запустили Четвертый Троллейбусный Маршрут От Сельмаша До Площади 20-го Партия Язда Четвертый Интересно Что В 65-м году В области Было стихийное Бедствие Урагам А по отдельным Сведениям И настоящий Смерч Газеты Писали Вывороченные С корнем Деревья Сорванные С домов Крыши Раскатанные Побреваныш Там срубы Вот надо же Поваленные Столбы Линии Электропередач Вот это Оставил После себя Небывалый Урагам Пронесшийся 20-го Мая Над Некоторыми Районами Ировской Области Ну вот Кукурузу В 65-м году Уже В Афанасьевском Районе Сеять Перестали Вот Чем Заменили Хочется Что-то спросить Не знаю Чем Опять же Сергей Хотел Рапсом Заменить Все это Пока Была Пауза Но что-то Поля пустыми Не оставались Конечно Продолжалось Исцеление Деревень Вообще Эти все Эксперименты Хущев Над сельским Хозяйством В 65-м году Не Закончились Благополучно А село Продолжали Убивать Оно Умирало Ну Видимо Рейти Рейти вру Рейти вру Ирандаш Начинаем Вечер Наш И В 65-м году Маслекову Пришло письмо Не поверите После просмотра Вашей передачи Мы пришли К выводу Что рейти Коммунальных услуг Нашего города Показанная Командой Эвен Является Вполне Справедливой И разработали Реформу По устранению Недостатков Вот И были Времена Это Чего письмо С какого ведомства Поступило Ну Видимо Власти Рейтиковать нельзя было Власти Какой-то Коммунал По торговлю Вот И журнал Фитиль И все То есть Были строгие барьеры До определенного уровня Мелочев Можно было Конечно Были уже И танцы И Говорили тогда В калтуре И все Уже играл Соломон Борисович Сахар Со своим джазбендом Причем Маэстро Он Не просто играл На скрипт А и запел Уже К тому времени Даже по вечерам Вот в 65-м году У ресторана Россия на Московской Если О, рестораны были открыты Стояли Люди И слушали выступления Вот этого джазбенда Вот просто с улицы Завтра Евгений Альбертович Будет столить С днём рождения Соломон Борисович Мы как раз Мы говорили Передачку Посыл такой Пусть наш и будет Неужели Бог Там Какое время Ну Уже Конечно Стиляжная эпоха Прошла Уже Музыка На костях То есть На рентгеновских снимках Это был вчерашний день Магнитофоны Уже входили в быт Энд Паппас Знаменитую Знаменитую Калифорния Дримин Которые Сегодня Перепевают Все Кому Не лень Блистали Ты Группы Криденс Дорс Энималс Ну У нас Конечно Пела Лариса Мундрус С песней Добрый вечер Добрый вечер Что он Знаю Чей-то День был По-доброму Начал Обзон Спел Почему-то Женскую песню На тебе сошелся Клином Белый свет Пашковская Идет девчонка Что-то не помню Тамара Мянцарова Рыжика Тогда еще Злой Лапин Председатель Гост телевидения Не запретил Видимо Потом уже Все эти Мянцаровые Все исчезли Ну Вот интересно Что Танцы Уже Конечно Твист Во всем мире Твист Твист И прочее Но У нас он Как бы Считался Не Одобренным танцем Такой Гримас Ползападного мира А число Идеологически Выдержанных танцев В 65-м году Относили Финскую Леткуенку Но Леткуенку Помнят А второй танец Был тоже финский Шикарнейшим названием Хоппель По-русски Так уж Я бы сказал Я хочу Чтобы он Возродился Болгарский Ихаха Ну Это что-то Липса С острова Тринитат Танцевали Лимбо Какой-то Групповой танец С острова Табако Господи Бедная Вятка Что под музыку Соломона Борисовича Они выделывали Ну Серта И греческий Американский Ихали Это понятно Ча-ча-ча-ча Это тоже Уже Было Но Вот Конечно Мрак Вот у нас В культуре Мрак был Всегда Не только При Мединском Но и прочее Потому что Видимо Естественно Это не могло Родиться Иначе С одобрением Министерства Культуры Рождались Создавались Специальные Советские Танцы Например Дружба Он танец Дружба Дружба Исполнялся Парами Сопровождался Стуком Каблуков Пол Пробежками И поворотами Робия Дружба 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 Не знаю Что-то Занова Итерион На фоне Твиста Чернстона И конечно Еще А Еще Такой Среди Такой Продвинутой Молодежи Был Тоже Забытый Нынче Танец Липси Вот не знаю Еще раз Как? Липси Липси Был дуэт Липси 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 Ну конечно Тут уже Тоже Танцы Они скорее всего На квартирниках Ну А народной Песней В 65-м году Истинно народной Стала конечно Песней Из гениальнейшего Фильма Который вышел В этом же году Это операции И другие приключения Шурика Это конечно Вся страна запела Постой паровоз Не стучите Клеса Кондуктор Нажми на тормоза Ну И еще Эпохальные фильмы Это конечно Война и мир Бондарчук А где солдаты Почему-то в ирзовых сапогах Это гиперболой От инженера Гарина Город мастеров И так далее И тому подобное То есть вот такой вот год Вот такой вот был год Когда и хорошо И весело И сама атмосфера Вот она позволяла И когда ты думаешь Что впереди еще Столько Когда народ не знал Что насколько же Они счастливы Что впереди Столько-столько Стабильных Брежневских лет И вот этот вот Такой мир Спокойствия И благоденствия Начинался Относительно В 65-м году Ну как говорится Надежда Последний умирает Так что И в наше время И в нашем 2012-м Должен Надеемся на лучшее Всегда Спасибо большое Евгений Питунин Историк Ревец Руководитель Музея Вятского Госуниверситета До новой встречи До встречи в 66-м Через две недели В 66-м году Напоминаю что Программа уходит Деньга по пятницам Разных в 13 часов До свидания